на дым на дым сугробы на дым пока на транспорт на него и выезжаем приезжайте и мы приедем да и правда знакомство очень рад спасибо большое надеюсь что действительно приедете но не может быть швычок машинчок все замутим сделаем обязательно это будет очень круто на самом деле так что если вдруг она по всего я понял да и даже другие города краснодарского края не рассматриваю больше пока спокойной ночи ребятки мы доехали как-то очень быстро мы короче всю дорогу проспали просто вырубились и вот проснулись а мы уже в новом уренгое сейчас пойдем на регистрацию я даже не знаю сколько еще время сейчас 5 утра а у нас 8 30 вылет то есть нас регистрация сказали что 2 часа начинает можно пройти онлайн сколько уже много слов классно знаю про самолеты хотя лететь буду только третий раз хоть какая красота здесь создается настроение так чтобы было весело хорошо и не страшно я надеюсь лететь на самолете у меня появляется бодраж это как я да так ладно пойдем зарегистрируемся ребятки смотрите мы встряли режим работы с 5 45 это просто среди короче вы явно не готовы к того чтобы сейчас то морозить 40 минут провести а он уже все на уехал я уже пойдем пойдем может там в тот зал вот это да и этот зал закрыт этот закрыт остается только попросить а куда-нибудь машину погреться потому что везде просто холод стоит адский холод ребята у нас в стиле погреться это класс замер здесь тоже самое вот приехал и такси уехал от 2 до 2 где у меня что вот он не работает а чушь нас не крему что он там какое-то здание или достучался они тоже внутрь и не пускают там между охраной и вот такого просто не ожидали что может быть они же сюда все работают мы выжили благодаря ребятам мужчина спустили отогрелись вот только открываются аэропорт это реально какое-то чудо они одни были одни среди вообще всех где все люди проходим то есть ребята у меня там мой рюкзачок полностью разобрался и собрался не заставили полностью вот перебрать такая прям беда потому что не захотели сделать визуальный досмотр на это мелочи же началась ругань прям очень большая то что саша разговаривал рассказывал о том что мы чуть не замерзли на улице нас обвинили в том что сами виновата что вот так получилось самое интересное что здесь зона вот ожидания регистрации нет ни одной сумме и что туда бы можно было просто присесть потому что вот туалет есть большой какой-то радует но здесь конечно да прям печально то есть все должны стоять очереди все вот такая короче комитет с этим аэропортом надеюсь что дальше будет лучше прям очень надеюсь у вас такие ожидания спасибо я надеюсь что все таки есть на втором этаже здесь есть места где посидеть чтобы пить кофе вот у тебя кстати роги смог оплатить бесконтактно но как-то минуту в этих вот не старта по этому что там кофе стоит 30 с лишним рублей все ребятки мы спустились на зону прилетов здесь таки можно смотреть на этот дом еще посмотрите что почем такие все красивые суши на против но ты не знаю то это оленина металлическая ступер а 450 это на талии на которые мы ели синяя баночка как говорили то есть но стоимость 450 рублей то есть а мы купили за 200 минус 5 по-моему ну вчера ребята то который мы пробовали вот ось кукой ось кукой ось кукой ну чё вкусная овоща ели задаешься просто это все покупает я всегда покупаю всякую вообще милоту я жертва маркетинга что тысячи стала жертвовать аэропорта но я такая скандальная женщина я буду отстаивать свои права так надо на самом деле что люди могут замерзнуть нас как а вдруг твой отзыв поможет именно это изменить мягкий кедровый грильяж ребята шишка в белом шоколаде прикинь как это все красиво тебя вообще-то не привлекает что ли но почему фишка белом шоколаде за 600 рублей я обожаю все маленькое бесполезное дорогое у меня даже вот не так друзья называют что я не маленькая бесполезная дорогая я люблю такие вещи если жалко твоего мужа потому что ты любишь все бесполезное как не этот южанин он такой знаешь все должно быть правильно рационально оптом нужно за 900 по 500 еще поменьше взять автор шоколад он будет вкусный полезный наверно такие очки уже все смотрите типа как и ваню чай за смородина еще было видно что местной чинятками колбасок а так все это получается вот именно из других местных но все равно плюс собрана то есть очень много интересного то есть только колбаса и не возьми снимай вот это именно зона прилета мы все прилетали потом автобусах нас не на это даже были также на автобусах самолет хотя ни одного самолета нет они должны только пролезлить бедный волк 88 стоит вот это вообще пушечка ну вместо нового айфона можно купить еще один два полета еще есть кофе в новосибирске потому что там было много китайцев и японцев и там гнули цены вообще по 700 здесь кого много а здесь я не знаю на ракета-мажоры здесь то еще вы кофе скай называется это тоже это джейтаж можно капучинку большую среднюю нет вот будете на втором этаже ребята ходите сюда здесь цены более приемлемые то что мы зашли в ту в кафе и там вдоль на 200 рублей дороги людей очень много становится мы дождались у нас объявили посадочки ребятки нашлись уже чуть-чуть осталось дождаться и ну правда не боишься литации конечно мне так ах так почему я боюсь ну это естественно спасибо сохраняем бумажечки ну что ребята мы готовы вон у нас стоит самолетик ребята одинок почему-то не пошли пешочком можно на полноте как боже не на это кухня не на это не на это количество людей ребят 5 метров проехали Это аэрофон. Чуклёнка. Наверное, на нём вы куда летели. Да? Ну, мне кажется, да. Ну, 120-м. Страшненько. Немножко неудобно, что на крылом. Пожалуйста, размещайте ручную укладь в подседениях перед стоящего кисла или на свободной багажной полке. Не допускается размещать ручную укладь у аварийных садов, в проходах самолёта и за последними рядами песен. Всё, ребята, начнём ручную укладь. Всё, ребята, начнём ручную укладь с аварийно-спасательными оборудованием. Вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане впереди стоящего кресла. Изучите её внимательно. Застегнуть и вытягивайте безопасность. Готовимся для шлота. Всё, ребята, мы погнали на взлёт. Приятного ап toppля есть внутрь этой скорости. Став ederim Снимаем Приятного ап 도школа Кожа Любови А Х Ты 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 М Ощущение, конечно, это не самая отличная цена наблюдается. Немного крутого. Так, вот это всё выглядит. Ребят, мы уходим на разворот. Тут аэропорт внизу остался. Всё, самолёт в другую сторону. Развернулся и полетели в Москву. Прикольно, больше здесь тумана, ребят. Получается, облачность, да? И сверху, такое, солнышко светит. Градские облака постоянно спрячут от солнца. Обидно же. Малышка рассеянная ситуация, красота. Разрезаны. Лучше от них пробить. Тем временем прилетали. Какой-то большой рекорд. Там высоты западают. И там большим блоком. Красота. Чтоб она позавтра выйдет. Будет опять плохо срочно. Ребята, поэтому надо прогулять. А в этом, когда сюда лентил, давали сквозь прозрачную пополучку. Снимай нам. А девушка здесь попросила. А? Да. А вот еще нам не повезло. Это я. Сейчас снимал. А вот девушка. Там печи. Плотягиваю. Поделим пострелю. Пошли в горы, очень красиво Это чуть низины, облачки стоят такие низкие, фантастика просто Что тут все подделает, Башка, с этой стороны красивее Все-таки интересно, что это за поры, ребят, если кто-то знает, то знает арбалиты, напишите, пожалуйста, так просто смотрится Вот такие поели, теперь можно поспать Как тебе, кстати, поели, поспали, 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 поели Как тебе, кстати, понравилось, да? Еда Ладно, нормальная пойдет, честно Бывает лучше, но бывает и тут же Где, кстати, самое вкусное, ты ела чай? Блин, я, как тебе говорил, лайфхак, что лучше всего, если у вас есть возможность выбора еды, надо выбирать кошерную еду, потому что она всегда свежая и вкусная А из таких авиакомпаний, наверное, самые классные были Эмир Эйдс У них там прям полноценный такой комплексный объект Ну и вообще, если лисишь больше четырех часов, то у тебя прям, ну это обязательно, что будет горячее Если ты лисишь два часа, то у тебя просто там сэндвичи или какие-то там снэки, что-нибудь такое Самое странное еда, я не помню, это самое вкусное, но Эмир Эйдс были, там и картошка была и вообще все такое А, в японских джар, в этих японских павелили были суши, а в этом, господи, в Сербии было самое стрёмное Мне дали пакет с чипсами, с нехозными, и водичку такую, ну это минеральная, маленькую, все Кстати, можно было попросить кофе и воду даю? Конечно, ты можешь попросить кофе и воду даю Ты можешь попросить сколько хочешь Два кофе попросить? А вы знали об этом? Да Чего ты мне не сказала? Ну блин, а чего? Нам при второе счастье Вот это лайфхаки, сколько у тебя перелетов? Ты говорил Я летаю с восьми месяцев наверх на берегу Блин, мне двадцать семь лет, у меня двадцать семь стран Городов, я уже не знаю сколько городов Ну наверно по две тысячи лет Она не боится летать, я вам честно говорил Она так села и говорит Ты хочешь к окошку? Иди Так я же говорю, а чего бояться? Самые опасные случаи происходят при взлете и при посадке И все А когда ты летишь из зоны турбулентности, это наоборот даже весело Сейчас Тут вот уже, мы не веселились, короче Давай короче, тебе возьмем Конечно Я же скоро купить, мне надо возвращаться в свою действительность Да, да, все Уныло, вкусно, дождливо Ладно, летим дальше Путовый вариант для перелетов В общем-таки, свободных здесь можно вообще хорошо уезжать Дорогие мои, мы добрались до Москвы Полчаса, мы садимся уже Что не видно? Лет Знаете, мне кажется, что ночью было даже прикольно Потому что мы гонки нет, не съели Эх Еще будет интересно, будет садиться Клево, такая же Грета река Замерзшая, интересно Кто это? Человек, что не посмотрел Москву Хотелось бы увидеть ее, но Сверху, с полетом Не видно, у нас всякий аэропорт под намет Заходим на круг и будем возвращаться Я рада вам, про то я вам показал Самое интересное, что победитель Спрос этот таблет Вот просто это Смотрите Вот, 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 вот Вот, вот, вот Я не круто, да Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй Вот, смотрите, как на него Начало волноваться по этому поводу Да, что бояться Ну, умрем, так умрем Тебе Я всегда за Умрем Нет, за то, чтобы не бояться Все куда-то берут уже Ребедики любят Все, ребята, мы проходим от лока уже Я уже лежу вниз Походу просто очень толстый слой здесь Трясет его в разные стороны Трясет с таким, знаешь, желе чувствуешь Да-да-да, просто камера не показывает этого вам Ощущения такие Ох, все, вот они Ох, и кончаются Красивая картинка Приезжает к его О, пошел Смотрите, сразу большой раппорт Сколько сразу самолет везде стоит Лучший зелененький И Есть контакт Все открывается Верхний Как-то, чтобы самолет не летел Собственно идеально Ребята сделали свою работу Просто великолепно Рулешка Вообще Да? Как-то даже не страшно Да, конечно, не страшно Летать это вообще классно Все, полетели дальше, да? Да Да А то он говорит, пойду я датчика лучше на поезде, да? Нет, на Сапсане Да Еще так сразу прибудем, ребята Не успеет Мы приехали до 45 минут раньше И поэтому вообще нет смысла спешить Два, почти три часа до следующего яйца Ребята, получилось долететь Можно на выход И пока Как можно больше людей Потому что Двигаться с таким количеством народа Это прямо на самом деле печально Следующая пересадочка И едем далее До свидания До свидания, спасибо большое Да Да У Александры надо тусоваться в аэропорту Сколько? Пять часов Пять часов Пять Двенадцать часов Тебя отвезут Туркиш и аэрлайнс очень классные Ну я уже понял Ты как о них рассказываешь Халяль там Да Так они еще и дарят всякие подарки Слава Богу Мне туда пока не надо Это не реклама Нет, это реклама Так Сюда налево Нельзя наверное Нам надо пройти Да Здесь опять контроль Чтобы попасть опять В ту зону Вот такое ощущение Как будто с самолета Что-то мог вытащить В смысле? Ну вот Что бы нас сразу На них пустить Тех, кто вот Не уходит А, не знаю Я уже просто понял Как работает Сезде Это вся система Уже днем Самолетики видно Клево Вот мы вот на этом прилетели Спасибо тебе Кузнечик Угу Тут прям много Видите? У нас стоит Прям большое количество Самолетиков Разных Они одинаковые Ну может модельки Только у них разные Вот так Все круто Ну что Опять Дома Дедова В прошлый раз Я два часа здесь торчал В этот раз Ну хорошо что Долетели раньше Потому что нету Переживаний Вылетели вовремя Это тоже большой плюс Потому что я В тот раз я прям Перенервничал Когда в Сочи Пьяный дебош И самолет Задерживают И Я боюсь И это все Это прям было Очень страшно Но сейчас Ничего не надо Передеваться Короче все Радуемся Все будет Хорошо Надеюсь По крайней мере Очень сильно На этом Надеюсь Я в прошлый раз Вот где-то здесь Женщину поймал Она мне сказала Куда-то Идти в другое место Ну мы сейчас узнаем Тогда нам точно Ай Только бы не упасть Ну как клево И Еще такой вопрос Сейчас поймают Меня без маски Потому что Тут все в масках Ребята Все фантомасы А нет Вот женщина Все Все Поднялись наверх И нам сюда направо Вот И сейчас за мной будем проходить Опять Все Это прям бесит Так Ну что Мы здесь уже были Ребята Мы с вами полностью Глядим Ох сколько тут народу Везде люди сидят Пойдем посмотрим Рейсы Показывает ли наши Вылет Ну то это понятно Мой то может показать Потому что я ночью буду Тут столько народу Да не было Сейчас смотришь столько людей Так 15 Вон твой уже показывает 100% Сочи 20.57 12.30 А вот мой рейс Вылетает С7 Пожалуйста Ну не посадок Ничего еще нету То есть на него еще Прям очень долго Сейчас до последнего Гейт указан только не 11.30 А не через час Ну и тут ребята стоят Смотрят на То как люди Садятся в самолеты Это понимают Знаешь что Функционные товары Это сейчас будет Знаешь что скоро будет Вот так вот примерно Типа Ооо Тебе надо Все Мы еще будем белье Ребята снимать Вмотайте видео Наконец Будет контент 18+. Не-не-не Почитай Ребят Вот это Скоро Открытие Типа Короче Это тот момент Когда ты не открылся Я когда приезжал Я здесь сидел Думал что Они уже работают Но они не работают У них скоро Это точно Это точно Припольно Понятно Какие тысячи три Самолеты Просто Ребята В общем Изучаем Аэропорт Киевси Пойдем Киевси И короче Я вот так вот обломал Киевси Уже настроились Куриные ножки Сочные Мощные Смотрите Как красиво Отсюда Вот это все Севен стоит Клево Но огромнейший Просто Аэропорт Вот это все Международка Она не работает Работала Жил в Москве Я Кушель В Муму Вкусно Было Но дорого В то время Можно было Найти еще Сейчас вот пожалуйста Аэропорты Мест свободных Нет Москвичей Кстати Питер богаче Москве Ну вот В плане финансов Да Дугер Кинг Ну блин Знаешь когда не осталось Киевси Макдональдса Можно и тут поесть А может и где-то еще Макдональдс В подхоне работает Ну он пройти посмотреть Да А так мы уже все ребята Я прям люблю бургетки Знаешь что я тебе хочу сказать насчет Ну конечно не богаче У нас меньше заработок В любом случае Сначала конечно стоит Московь Потом Питер Но в плане гастрономии Питер считается культурной столицей Мало того что еще и гастрономической столицей России Я приеду к тебе в гости как-нибудь Давай Что-нибудь опять Заработаю сейчас Уберю работу Заработаю поплаваю и приеду Да Шоколадница еще Слушай тут две шоколадницы получается Одна вот на первом тоже и вторая вот здесь О патио Патио Ты говорила это итальянские И патио Да я ела Мне кажется К ним не любое заведение Я скажу да 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 А где тебе больше все равно Расскажи Слушай это прям вот интересно понимаешь Ну ты видела да как я по гастрономии страдаю Массажиры авиакомпании Это Да Массажиры авиакомпании Ну Главных основных принципов Когда там все намешано это ну сразу Фигня Чемки так 4 Интересно Сколько стоит Рэйбэм 14 А Ну смотря какие Я покупаю просто себе за 700 Блин ну я же этот питерский нытик Блогер А тут 14 Нет Можно за 22 Если авиаторы какие-нибудь стабильные Не просто я к тому говорю что Ну представляющая разница да То есть за 700 можно купить 25 20 лет короче каждый год новые очки покупать Ты измеряешь все очками за 700 рублей Это твоя валюта Нет Ну я просто вот прикидываю да То есть или одни куполы Я просто 100% где-то уроню поцарапаю Ну да Песок коррозия То есть мне больше чем на 1 сезон очков не хватает Как же лейбл и красиво И вот это внутреннее строительство У него на шабаширте Чего прям Нет 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 Вообще слушай ты Я буду идти не определись какие были намечки Согласись или нет Ну да можно еще вниз спустить Ну внизу мы смотрели там Пойдем вот так вот Есть там где мы были Да Вот шоколадница Вот ты там сидел Это мы в другом терминале Кто? Спорим? Пошли А тут аппарат не работает резервкой Аааа да Ааа да Трипи Блин Да И что там еще этаж вниз есть О слушай Можем еще на этаж не следить Там я тоже не был Слушай а ты видела вот это шаурмяне? Там шаурма за 700 рублей Это типа дорого или нет? Ну типа дорого да У нас шаурма стоит 180-200 она у нас тоже шаверма ну шаверма это шаверма не там 700 это человек который будет нормально с тобой про цифры говорит потому что когда сколько надо денег хорошо чтобы заработать все в питере пойти день что не попробовать сколько чек на почтение какого-нибудь чем преимущество питера ты можешь найти офигенно классный сервис офигенно крутые какие-нибудь интерьеры и вообще подачу необычно за недорого и также за дорог то есть вообще в этом плане у нас прям классно но если какой-нибудь элитная а-ля Кукупо это Матильде Шнуровый ресторан ну примерно чек будет блин ну 2 400 вот так рассчитывает еще есть у нас Eclipse он находится легко за городом очень красивая локация но там где-то десятка 10 тысяч супчик попей поесть но там будет с этой в маленькие такие там можно как раз таки попробовать разные какие инструменческие новинки не знаю в общем все очень предельно эстетично но дорого да зато красиво дать ему поесть за 150 рублей до 100 до 700 ну да ладно разница как бы не уверен вкусно она и смотря с чем все насчет вкусов просто очень сложно спорить так здесь у нас молодежных тоже много людей я предлагаю проткнуть его также я предлагаю самолет да еще рано просто так давайте посмотрим какие здесь есть заведение заморачиваться не будем какой тут запах серигары стоит все эти разные картошечки он крошка картошка еще одна как минимум тут уже две есть мне после только тебя за 700 рублей картошку просто съел это уже не хочется крошку картошку и че начнет картофель не надо вот даже велосипед можно прикупить на уехать масло дом бояж напитки-то такого разного а даже нет уже купил колокольчик еще разобрали из лего сделанный швачок он дал экспрессе давайте заведения можно на коленку он присесть на мостах масса лишь уже отвалил что-то садился и башка картошки можно купить за 165 рублей это порция у нас будет стандарт прикольно но допустим наггет скинг стадион от страницы большой маникова не рекомендую что подсчет еще я просто как бы вот не чувствую себя что почем циники конечно интересно а ну ровно посмотрим во втором цезаре да мы просто пока ели я забыл что нахожусь уже на третьем этаже то есть поэтому надо спуститься вниз и пойти искать выход прессион туда дальше в ту сторону все это будет где что мой самолетик здесь ты стоишь моим лобочком чудом погребе не помню я стрелка улетал прошу раз 6 из 7 мы тоже 100 процентов где-то рядышком кстати самое главное что сделал максимально разделся потому что было прям очень жарко там от дедово прям капитальная жара поснимал все утеплительные вещи надеюсь что в сочи встретит хорошо с 8 из 10 влево время кстати у нас уже без 10 до 40 минут до отлета и чё-то нас пока не объявляют что посадку на самолет у меня кстати опять окошко я кстати улетаю с того же самого места вот только пытаются открыть ребята пароход на посадку с того места куда улетал в новую оренго а вот он наш кузнечик стоит готовый нас везти с той стороны другой но и наши сочи жди мы готовы на слет ну дай бог не последний в этот раз точнее в этом году может еще куда-нибудь я начинаю входить в зал хотя кто его знает как будет может становится даже не как-то неинтересно аэропортом одетого изучил надо другие аэропорта смотреть тоже ну что очень быстро понял что так какие-то буквально в сочи совсем другие люди так сочи 25 а не улетел этим местечко у кого кошка если что у меня будет с этой стороны хотелось другой потому что хотя на олимпийские объекты смотреть но не было свободных мест и стороны все заняли 14 то есть самый крутой самолет здесь есть зарядки есть урока и не тело можно телефончик и планшет поставить даже вешал очки столик коронки отжимаются и самое круто это подголовник я смотрю на я сама проблема вот то что очень сильно больно человек здесь можно расслабиться как принципе клинки самолетик еще чуть-чуть и мы полетели что сочи летит тоже много людей прошлый раз из сочи вылетал не так уж и много в сочи я смотрю что насобиралось народу конечно четыре с половиной часа заявленных это конечно долго вертикальном положении столик убран подлокотники опущены благодарим за внимание говоря вовремя вовремя и наконец там еще хоть чуть москву Красота. Эх, Москва, Москва, блин, я там, ребята. Все, походу, опять по 7 раз вижу землю. Поднимаемся над облаками, заходим. Что-то, что-то Московская область. Все, мы выровнялись, направлены на Сатур. Все, по-моему, вообще хорошо. Поднимите, может, и не за ворот. Здесь вся земля белая. Это непривычно такое видеть вообще. Слушайте, ну это надо показать. Здесь уже практически нету снега. И мы подлетаем к морю. Но, ребятки, это не черное. Напишите в комментариях, как вы думаете, что это за море, над которым мы сейчас будем пролетать. И потом идем над горями, уже непосредственно в Сочи. Надеюсь, море вы определились. Посмотрите, вот красиво смотрятся облака над ним. Правда, цвет у него какой-то коричневый. Может быть, конечно, это слух, вот там солнце отражает. Блин, без крайних простор. Вот так. Очистилась. Убивать воды. И, по-моему, вообще, да. Вот выглядит. Но мы уже повернули и двигаемся в сторону пор. Все, ребята. Ну что, у нас, у нас, у нас сейчас, у нас здесь. Блин, шестный бортом. Угольточные бать электронные устройства, размять которых не позволяет быстро и безопасно разместить их в гармонии. Ух. А, ух. И, по-моему, ух. Ух. Вау, здорово красотища, ребята. Да. Просто фрукастинка. Леди Чёрное море уже. Как-то таки видят. Естественно, мы уже попались. Вообще, мы пролетали. Тут много нельзя разглядеть. Тут много нельзя разглядеть. Тут точно были, что здесь. Трассная дорога идет. Потому что над Красно-Полянной полетали. В Черном море Сочи радует солнышком и тёплышком. Пробежные районы, тут и снег. Сверху рассмотрим на береже Черного моря. Сверху рассмотрим на посадку на аэропорт. Пошли на разворот и будем заходить на аэропорт. Питком самолёт до Сочи начинает свою посадку. Питком самолёт до Сочи. Питком самолёт до Сочи. Питком самолёт до Сочи. Питком самолёт до Сочи. Субтитры делал DimaTorzok Дамы и господа, добро пожаловать в Сочи. Температура воздуха плюс 6 градусов. Местное время 16 часов 10 минут. Мы стали крадать вечное стояние, а все встали и стоят. Короче, минут 8-10 сидим. Нас не опускают самолеты. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На автобус. Подносил он очень сильно самолет. В больнице пошло, я еще на самолет. Это прям печалька. Прямо даже интересно, что случилось. Что-то походу пошло не так, потому что пожарный расчет стоит. Самолет отдельный поставили наш, хотя все вроде бы подъезжают туда по местам. Никакой паники, ничего не было, просто долго стояли и ждали. Что-то у нас какая-то бешеная экскурсия по аэропорту. Поехали вообще в другую сторону. Не знаю, может тут так надо. То есть вон там мы садились, терминал у нас, и нас отвезли водохранилищу. Ну что, мы уехали, наконец, аэропорт там. Что там? Прям трудно нас покатать. Прямо шею. Сейчас шаги на вертолеты куда-нибудь и летим, походу. Нордин, Литер, там что какие-то маленькие есть? Не стояли в самолетах. Возвращаемся вроде бы к аэропорту, может, все хорошо, говорит. Возвращаем. Мы с людьми должны были, по идее, наверное, выйти. Теперь там первый автобус выпускают, мы стоим ждем. Служебный вход, прикольно. В общем-то очень интересно, такого вообще не видел. Еще нигде. У нас, короче, кто-то курил. Подошли, наверное, ехали на девушку, которая сидела рядом со мной. Потом было объявление, что полиция разберется. Ну, приехали, там МЧС, да, и колесо. Что-то дымится и полицейские, и с собаками на самолет. То есть, короче, вообще какой-то трэш превысходит. Не знаю, что там еще случилось, но вот он, пожалуйста, мы опять встали. Это точно просто охренеть, короче. Теперь дальше все произдевать начнем. То есть, я думаю, это множество, чтобы проверка была непосредственно на выходе. Такого немножко никто еще не видел. Короче, очень жесткий контроль на выходе. Прям полностью обсе общупали. Спросил, что ищете, так никто ничего не сказал. Не знаю. Да, Боже, все будет хорошо. Вот здесь выход есть. О, пойдем-ка сюда. Надо найти автобус, чтобы даже... А, здесь выходные не было. Значит, идем дальше. В общем, такого я никогда не видел, чтобы на выходе так сильно обыскивали. Ну, и не слышал об этом. Плюс у нас было объявление, что кто такой, мне кажется, как раз таки ищет. Вот может, это электронную сигарету, которая была. А, может быть, еще что-то. И другой еще, короче, вариации, то, что вот умелись колеса. И кого спрашивают, говорят, что такого никогда не видел. Такое, что происходило. И вот эти все эмоции, так сказать, страха полетов. Потому что происходит такие вот движухи. Лучи не остановятся, на самом деле. И начинаешь думать о том, что... Ну, нафиг, короче, так рисковайка. Куда не дальше идти? Выхода нет, но entry. Так, а вон там где-то у нас выход на автобус, лучше пойдем. В общем, дорогие друзья, самое главное, жив-здоров. Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо всем за поддержку. В Сочи не остаюсь. Я думаю, что если вы видео потом когда летел сюда смотрели, значит, уже все в порсе. Всем пока-пока. Фух, увидимся в следующем видео-сюжете. Ну, слушайте, нашли кого-то. Ну, полицейские парня провели куда-то все-таки. Износительно связанные нет, привычные. Ну, в общем, работают.